Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Вот уже несколько недель с начала января Одесса и область пребывают в постоянном напряжении из-за повторяющихся звонков о минировании. Причем массовом, сотен школ и детских садиков. Это не только мешает нормальному учебно-воспитательному процессу, но и срывает с работы тысячи родителей. Во вторник в Одессе очередной раз телефонные террористы минировали учебное заведение. На этот раз были сорваны уроки в школе на поселке Котовского. Почти тысячи детей во время учебного процесса преподаватели были вынуждены вывести на улицу в ожидании, пока проверят здание школы. Утром в полицию поступила информация о минировании школы номер 17 на улице Махачкалинской. На место выехали взрывотехники, кинологи, медики. Из здания эвакуировали 980 детей и 116 сотрудников. Как и в предыдущих случаях, угроза взрыва оказалась сложной. Ничего подозрительного в школе и на прилегающей территории не нашли. Напомним, в понедельник в Одессе полиция проверяла информацию о минировании сразу 373 школ и детских садов. Их проверку завершили только к утру вторника. До этого сигналы о взрывчатке в учебных заведениях поступали также 15 и 20 января. На прошедшем в понедельник в мэрии заседание оперативного штаба Марадеса Геннадий Труханов назвал эти действия телефонным терроризмом, дестабилизирующим жизнь миллионного города. И призвал силовые и другие структуры разобраться с лжеминерами. Локдаун в стране отменили, и жизнь постепенно начала возвращаться в привычный ритм с карантинными ограничениями. Но все же большинство торговых центров, ресторанов, кинотеатров и спортзалов начали работать. Кое-где даже выстроились очереди, желающих наверстать упущенное за две недели. Мы решили поинтересоваться у одесситов, как они планируют свой выход из карантина и куда отправились в первую очередь. Одесситы с большим энтузиазмом восприняли снятие карантинных ограничений. Прежде всего, говорят, соскучились по развлечениям. Гулять. Очень хотела гулять. Выходить куда-то, с друзьями встречаться. Кафе, рестораны, кинотеатры – это все. Вот как раз сейчас иду к друзьям. Да, я бы, конечно, очень хочу вернуться в спортивный клуб. И я люблю заниматься в зале. Там больше всяких тренажеров и групповых занятий. Мне это очень нравится и я люблю. На съемки, разные фотосессии, видеосъемки, обратно возобновиться все. И все будет круто, как раньше. А это в ресторане, спортзалы? Конечно, да, вот все открылось, и я уже обхожу, потому что сейчас большие скидки. Возможно, что-то себе куплю. Активно спорт, те же рестораны. Ну, кстати, больше закрываться началось. Но так все так же, как и было, в принципе, как и планировал. Что же касается отношения к самому прошедшему локдауну, то оно весьма неоднозначно. Некоторые наши собеседники считают, что его введение было неоправданным. Я считаю, что локдаун – это была ошибка, так как никто не соблюдает меры. И закрывать рестораны – это было бредом, честно говоря. Ну, это чисто личное мое мнение. Я считаю, что этот локдаун был вообще ни к чему, по большому счету. В то же время другая часть одесситов полагает локдаун оправданной мерой безопасности. Но и в организации есть вопросы. Много было лишних позиций, которые нужно было бы убрать. Я имею в виду, допустим, опять же, тот же прикол с носками или еще что-то подобное, то есть с некоторыми товарами. То есть что-нибудь открывали, то, что не должно было быть открыто, это, допустим, тот же каток. Ну, если считать вот ту статистику, которую пишут, то как бы эффективно. Но мне трудно сказать, насколько эффективно. Также нам повстречался гость из Республики Молдова, который рассказал нам о том, как организован карантин у наших соседей. Вы знаете, у нас все открыто, там только ограничения сделали до 10 вечера. Некоторые заведения только до 10 работали. То есть локдауна, как на Украине, не было. Знаете, немного в Одессе лояльные. Мне это радует, что люди как бы вот эти намордники не носят. А вот в Молдове носят там маски, там штрафуют ли за это полицию или там тоже как-то как в Одессе? Тоже лояльные, там немного более, там может быть, это вот на Приднестровье более строже, там маленькие такое вот, более хотят нас контролировать. А вот, да, то соблюдает, то не соблюдает, в общем, там, в Одессе на этот вариант лучше, как бы, да, свободнее, в общем. Мы решили также поинтересоваться, как выходили из локдауна жители разных украинских городов. Начнем со столицы. Жительница этого мегаполиса рассказала нам, как отреагировали на снятие ограничений киевляне и что происходило в первые дни после локдауна. Те люди, у которых был день рождения в период локдауна, свечки на торте не задували, рассказывает наша собеседница Оксана, поскольку этот праздничный атрибут сложно было приобрести. На день народжения мамы я не смогла купить свечки, свечки для торту. Все отделы с промысловыми тамарами были перегороджены забороняющими стричками. Настроение после локдауна у жителей Киева разное. Многие обрадовались его завершению из-за ряда причин. Для некоторых горожан окончание локдауна – это возможность наконец-то починить то, что было неисправно, рассказывает девушка. Других знакомых взломался кран горячей воды, и они не смогли подобрать новый, потому что им нужно было особо примирить, подивиться, поднимать в руках, и тому не удалось. Чекали до закінчения локдауна. Есть и такие жители Киева, на жизни которых локдаун не оставил ни единого отпечатка и следа. Работать продолжали на дому, всегда были клиенты. А вот что рассказала нам жительница Березовки города в Одесской области. Благодаря тому, что в общественных местах здесь с самого начала карантина строго придерживаются санитарных норм, уровень заболеваемости довольно низкий. Окончание локдауна стало весьма радостным событием, прежде всего для родителей, рассказывает наша собеседница. Наконец-то заработали школы, и дети сели за парты. Теперь, собирая ребенка в школу, обязательным условием является обеспечить его не только масками и средствами личной гигиены, а и чем-то съедобным. Даже после окончания локдауна практически во всех общественных заведениях можно увидеть все необходимые средства дезинфекции. Что касается, вот заходим, например, в магазины, которые уже сейчас отчинены, то я вот запитала, а где санитарные средства? Одразу указали, где стоит бутылочка, где можно руки продезинфекировать, в деяких даже можно взять маску. Кто-то пользуется маской в общественных местах, а кто-то нет. Все зависит от сознательности человека, рассказывает местная жительница. Честно говоря, когда я вижу человека в маске, у меня сразу такая надумка спадает, возможно, это человек хворя. Но, в принципе, все привыкли с тем, что люди просто сами считают, что нужно надевать маску. Вместе с тем, придерживание карантинных мер не прошло даром. По окончанию локдауна заболеваемость коронавирусной инфекцией в Одесской области значительно уменьшилась. В целом, в Одесском регионе было зафиксировано 211 новых случаев коронавируса. Диагноз подтвердился у 96 одесситов и 115 жителей области. За сутки в области от осложнений умерли 11 человек. Выздоровели 815. В Украине за сутки менее 3000 новых случаев COVID-19 и более 12 тысяч выздоровлений. Из общего числа заразившихся 95 человек – это дети и 175 медработники. Скончались от осложнений 133 человека. Всего с начала эпидемии в стране умерли 22 057 пациентов. Наибольший прирост новых случаев в Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях. Власти уверяют, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется с недели на неделю. Но пока еще никакие препараты в страну не поступали. Частичное снятие ограничений сегодня многие воспринимают как возвращение к обычной жизни. Ведь и само понятие «обычная жизнь» за последний год изменилось. Как философ оценивает ситуацию, в которой оказалось человечество, после новостей в программе «Тема дня» рассказывает доктор философских наук, заведующая кафедрой философии Одесского национального университета имени Мечникова Инна Голубович. Самое основное, как мы сумели принять эту ситуацию, насколько мы можем приспособиться к чему-то новому. Ну, философы, безусловно, тут же создали целое направление философии пандемии. Самые первые имена откликнулись на это событие. И интересно, что, как всегда, у философии очень много версий. И на всякий вкус для каждого найдется своя. И каждый может что-то почерпнуть для себя. От апокалиптических, что все пропало. То людство, взагалі, переходит в інший способ иснувания. Да, и никогда такого не было. И реквием по культуре, по человечеству. До более оптимистичных, или, наоборот, более бодрых, трезвых, призывающих к тому, что проснитесь, пробудитесь, наконец, поймите, в каком мы мере живем, и научитесь принимать его таким. Конечно, очень много появилось рецептов для того, чтобы принять этот период со всей полнотой. Например, это как раз время для спокойного, сосредоточенного самопознания. Для того, чтобы как-то переосмыслить, найти новую систему ценностей, обрести какие-то новые взаимоотношения со своими близкими, со своими дальними, понять, кто близкий, кто дальний. Это все прекрасно, но если у человека есть вот эта внутренняя форма, внутренние мышцы, духовные, эмоциональные, психологические. Партия «Слуга народа» потеряла лидерские позиции, а действующий президент Владимир Зеленский, если бы выборы состоялись в январе, набрал бы лишь 20% голосов избирателей. Таковы итоги соцопроса Киевского международного института социологии. Тысячу пять украинцев старше 18 лет опросили 22 января во всех регионах Украины. Ошибка выборки в среднем составила чуть больше 2%. Результаты опроса оказались, с одной стороны, предсказуемы, однако абсолютные цифры, тем не менее, довольно неожиданны, утверждают эксперты. По результатам КМИС, лидером в симпатиях украинцев среди партий стала оппозиционная платформа «За жизнь». «Слуга народа» занимает теперь четвертое место, хотя еще в апреле прошлого года эта политическая сила была безоговорочным лидером рейтингов. Между ОПЗЖ и «Слугой народа» на втором и третьем месте, по данным опроса Киевского международного института социологии, европейская солидарность и батькивщина. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в январе, то, согласно ответов респондентов в парламент, могли пройти партии. Сила и честь, голос и украинская стратегия Гройсмана. Близки к проходному барьеру ВР, который составляет на сегодня 5%, партия «Шария», «Удар» и «Свобода». Что же касается президентских выборов, то если бы они состоялись сегодня, то Владимир Зеленский набрал бы почти 20% голосов украинцев. Петр Порошенко больше 15%, Юлия Тимошенко около 12%, а Юрий Бойко получил бы 11% поддержки. В целом же только 10% респондентов социологического опроса ответили, что довольны направлением, в котором движется Украина. Обильные осадки, налипание мокрого снега, гололед и метель. В Одессе ожидается резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в области вернется зима, а температура снова опустится ниже нуля. Подробности далее в сюжете. Уже в среду ночью синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и снежные заносы, которые принесет с собой европейский циклон. Возможно, также метель и ухудшение видимости на дорогах. Ветер штормовой. При этом зона осадков достаточно обширная, и мы ожидаем сильные осадки. Всех, конечно, интересует будет это или снег, или дождь. Это будет смешанная фаза, причем в разное время разная. Мы ожидаем вместе с этим, так как температура у нас около нуля, мы прогнозируем минус 1, плюс 1 по Одессе, то при таких погодных условиях может быть и гололед, и налипание мокрого снега. Среднее многолетнее значение осадков для января составляет 42 мм, уточняет Елена Тарнавская. Но нередко бывает так, что вся норма выпадает в считанные дни. Не исключено, что так может случиться и на этой неделе. По одной из моделей, которыми мы пользуемся, на завтра ожидается на ночь 15 мм осадков, на день 30. Если это будет снегом, эти 30 мм, это может достигнуть стихийных отметок. Хочу предупредить, не всегда эта модель правдиво, скажем так, дает, но тенденция к сильным осадкам завтра на день у нас имеется. В четверг сильные осадки все еще будут накрывать регион. Вон ветер северо-западный – 15-20 м в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла, а ночь ожидается морозной. Предполагаем 1,6 мороза, а в ночь на 29-е 3,8 мороза по области. И днем от минус 3 до плюс 2. И начиная уже с 31 числа и в последующем уже потепление, дневные температуры, осадки преимущественно прекратятся, и дневные температуры повысятся до 3-8 градусов тепла. Ухудшение погодных условий синоптики объясняют циклоном, который придет к нам из Европы. Он пройдет по северо-западу Черного моря, однако зона осадка в частности будет находиться над Одесским регионом. Эта серия циклонов сейчас так расположились в процессе на высоте, что, допустим, на юге Европы, это вот Италия, там так выстроены воздушные потоки, что циклон, образующийся в тех районах, он по этим потокам приходит к нам. Добавим, что в ближайшие дни синоптики рекомендуют отменить поездки по области. Дороги, вероятнее всего, будут покрыты льдом, а в некоторых регионах ожидаются снежные заносы. В связи с резким ухудшением погодных условий, сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения быть осторожными и внимательными на дорогах и строго придерживаться правил дорожного движения. Это может спасти не только ваше авто от повреждений, но и жизнь вам и другим участникам движения. В первую очередь перед выездом на дорогу необходимо проверить техническое состояние вашего автомобиля. Если оно неисправно, за руль садиться категорически запрещено. След водеям, снова-таки, переконаться в техническом, в идеальном техническом состоянии своего автомобиля и быть уверенным в том, что в разе заносов, в разе заметив, автівка сможет выехать, сможет рухатися. А потом, подчас складных погодных умов, все-таки, первое – это максимальная увага, второе – это безопасная швидкость и дистанция. Во время движения по дороге важно не забывать о том, как правильно маневрировать. Водителям необходимо всегда смотреть в зеркала заднего вида и не забывать включать знаки поворота. Нагадаю, что много водеев чему-то забывают информировать других про то, что они будут перестроиваться, но есть показчики поворотов, и именно ними необходимо пользоваться, именно ними необходимо информировать других участников руха про то, что водитель будет маневровать, перестроиваться или повертать. Поэтому напоминаю, что это обязательное. Также очень важно не превышать скорость на дороге и держать дистанцию. Таким образом, можно вовремя среагировать на ситуацию и избежать ДТП. Водителям не стоит забывать и об ответственности за безопасность своих пассажиров, особенно маленьких детей. Поэтому салон автомобиля должен быть оборудован специальным детским креслом. Также сотрудники полиции обратились к пешеходам. Переходить дорогу нужно только в установленных для этого местах. Быть максимально внимательными и, главное, не спешить. В случае сильных осадков на территории города и области будет работа снегоуборочная спецтехника. Водителям стоит помнить об этом и не оставлять свои авто вдоль проезжей части и перекрестках. А нужно придерживаться правил дорожного движения и парковать свое авто в соответствующих местах. Смертельная авария произошла на Молдаванке. Тело погибшего водителя из разбитой машины пришлось доставать спасателям. ДТП случилось рано утром на улице Богдана Хмельницкого. Водитель автомобиля «Тойота», направляясь в сторону Мессоедовской, превысил скорость и не справился с управлением. В результате чего машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. 40-летний водитель погиб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Еще один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло утром на Пересыпи. На Балтской дороге водитель автомобиля «Тойота Камри», выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ВАЗ-2106. После этого «Тойота» по инерции продолжила движение, врезалось дерево. 35-летнего водителя машины с травмами госпитализировали. В причинах аварии разбираются следователи. А вечером в понедельник там же на Балтской дороге на автомобиль ВАЗ упало дерево. В результате пострадало двое людей. Авария произошла около 9 вечера. На автомобиль ВАЗ упало дерево, в результате чего водитель не справился с управлением. Вылетел на обочину и врезался в другое дерево. В больницу доставленный водитель и женщина-пассажир авто сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции. Открытие выставки «Украинская революция 1917-1921. Региональное измерение» состоялось в Одесском историко-краеведческом музее в рамках празднования Дня Соборности Украины. В связи с локдауном провести открытие выставки раньше было невозможно. И как только локдаун закончился, организаторы открыли экспозицию. Информационно-просветительский проект об Украинской революции 1917-1921 годов был инициирован Украинским институтом национальной памяти, Институтом истории НАН Украины, а также Государственной архивной службой Украины. Выставка «Передвижная». Каждый ее стенд состоит из уникальных материалов, музеев, архивов, личных собраний историков. Нам цікаво всем, не только то, что происходило в Киеве, в центрах Украины в 1917-1921 годах, но и что происходило у нас на певне, на Закарпатте, на сходе Украины, на певночь и так далее, в разных других территориях, которые, до речи, прилягают до кордонов современной Украины и где компактно проживают украинские населения. 15 баннеров выставки знакомят зрителя с созданием и деятельностью новых украинских органов власти, а также рассказывают о тяжелых военных страницах истории. Но главное – это свидетельство событий, которые происходили в каждом конкретном регионе. Это светлины, это важные документы, это цитаты, высловы великих людей, або цитаты документов разных важных, это фотографии тех деятелей, которые в этих регионах поднимали право украинской свободы. И внизу каждого постера, каждого баннера, перепрошу, находятся основные даты с 17 по 21 год. По мнению организаторов, украинская революция 1917-1921 годов была важнейшим этапом на пути к объединению украинского государства. Более того, многие моменты истории остаются актуальными и по сей день. Про это, как загальнодержавные, загальнонациональные вопросы решились в регионах, какие действия вплывали на перебіг подій, как все складывалось, и как национальная идея, идея єднання, суборності, а ми з вами зараз і думаємо про суборну Україну. В зависимости от эпидеміческой ситуации в країні, организаторами выставки запланировано її переміщення по регіонам області. На сайте Українського інститута нацпаміти выставка представлена в електронному варианте. В Одесі разоблачили і задержали организаторов подпольного казино. Незаконний бізнес контролювали житель області і двоє його друзей. 35-летний уроженец Ізмаїла і двоєх його друзей подозревають в організації виртуального казино в Малиновському районі. Ізмаїльчанин організував підпольний ігорний бізнес, а його друзія виполняли ролі адміністратора і кассира. Казино з компьютерними симуляторами і азартних игр работало в режимі строгої конспирації. Пускали тільки постоянних і проверенних клієнтів. Відео обіска правоохранителі з'явили діньки, документи, мобільні телефони, видеорегистратори, роутери і іншу комп'ютерну техніку. В місті Вілково жістко біли жінчину. Йе тіло с множественними колото-різаними ранами нашли в водоотводному каналі. Погибшую жінчину, обмотану верівкою і капронова сетка, обнаручили во вторник утром. Поліція устанавливаєт личність потерпевшей і тіх, хто причастен к свершению преступлений. На Тейрова задержали неадекватного мужчину, вороженого ножом і саблей. Агрессивний хулиган бегал по під'їзду многоэтажного дому і крушив все на своєму пути. Ночью жителі одного з многоэтажек на уліці Левитана сообщили об агрессивному мужчине, который, ворожившись катаной і ножом, крушив двери і стены в парадной на нескольких этажах. Буйного хулигана с признаками наркотичного оп'янення патрульний задержали на 11-м этаже. Мужчина ввел себя крайне агрессивно. На многочисленные требования отдать оружие и успокоиться нарушитель не реагировал. Поэтому інспекторам пришлось применить силу и надеть на него наручники, сообщили в пресс-службі патрульной полиції. Три десятка спасателей тушили пожар в центре города. Горела квартира в старом трехэтажном доме. Ожоги дыхательних путей получил мужчина. Сообщение о пожаре в доме на Новосельскому поступило около 10 утра. Горели домашние вещи и мебель в квартире на верхнем этаже трехэтажного дома. Через 40 минут возгорания на площади 15 квадратных метров полностью потушили. При пожаре пострадал мужчина, личные данные которого устанавливаются. На машине скорой помощи его доставили в больницу, сообщили в пресс-центре ГСЧС. Еще одно возгорание произошло в областном клиническом медицинском центре на улице Судостроительной, известном в Одессе как больница водников. Погибших и пострадавших нет. Сообщение о возгорании и сильном задымлении в бывшей больнице водников поступило в службу спасения утром. Пожарные работали по повышенному номеру вызова. Как выяснилось, горела подсобка на втором этаже лечебного корпуса. Возгорание оперативно ликвидировали и проветрили помещение. Причину пожара выясняют эксперты. 26 января в мире отмечают День экологических знаний. Сегодня, по мнению ученых, это не просто область науки, это вопрос выживания человечества. С каждым годом специалисты все громче говорят о надвигающихся на нас природных катаклизмах и катастрофах, многие из которых спровоцированы именно человеческой деятельностью. Украина тоже находится на грани экологической катастрофы из-за потери запасов пресной воды. По данным экологов, водные артерии страны мелеют, страдают от промышленных выбросов. Через 25 лет мы можем оказаться в ситуации, когда придется импортировать в страну питьевую воду. Не меньшую угрозу представляет собой и проблема загрязнения воздуха. В Одесском регионе экологическую ситуацию с водными ресурсами, вредными выбросами и другими вопросами экобезопасности ежедневно мониторят и изучают специалисты-ученые Одесского государственного экологического университета. О том, чем сегодня мы дышим и какие заболевания может спровоцировать загрязненный воздух, нам рассказали специалисты. Для того, чтобы принять участие в основной сессии, нужно будет отправить документы в Одесский региональный центр. Тут уже регистрация будет происходить через сайт Украинского центра оценякости освіти, но все документы отсылаются до Одесского регионального центра. В 2021 году изменились некоторые критерии сдачи ВНО. В частности, для государственной аттестации нужно будет сдать тесты не по трём, а по четырём предметам. Обязково ми стає математика, тобто українська мова і література распределяется на два предмети. Далее математика теж буде, скажем так, в двух вариациях. Первая математика, собственно говоря, для тех, кто вступает до высших навчальных закладов, тобто туда же віднесется профильный рівень, тобто тих, кто навчался в специализованных школах, ліцеях, там, где поглиблено вивчение математики, вони повинні бути складати саме вот математика. Тих, кто вивчав на рівні стандарту, буде ще математика рівня стандарту. Кроме этого, выпускникам предстоит сделать выбор, по какому предмету проходить тестирование. Ну і далі ще буде два предмета, значит, третій предмет буде так, або історія України, або іноземна мова, ну, як правило, англійську выбирають, і четвертий предмет, це вже із переліку предметів ЗНО, будь-який предмет на выбір для проходження державної підсумкової аттестации. Також в 2021 году можно выбрать не 4 предмета, как это было в прошлом году, а 5. Це касається тех, хто планирує подавати документи для поступлення на разные спеціальности. Це вся інформація Катмачасу. Далі прогноз погоди. Я з вами прощаюсь. Берегите себе, своїх родних і будьте здоровы!